За длительный период своего существования 111-я гвардейская артиллерийская бригада не один раз меняла место прописки. Многократно обновлялся личный состав и командование, но неизменным оставалось главное требование к тому, кто стоял во главе части, считает полковник Алексей Исаков, который в 81-й день рождения бригады покинул пост, простился с личным составом и передал полномочия своему преемнику. Качество командира бригады в первую очередь это забота о личном составе, сам считаю это главное. Жалко уходить, много сделано, много предстоит еще новому командиру сделать на данном поприще. Что хочется пожелать командиру, в первую очередь терпения, удачи, военного счастья. День выдался очень эмоциональным, несмотря на всю сдержанность людей в погонах. Бригада славится своими офицерскими традициями и торжественная церемония проводов командира одна из них. Воинский ритуал проходит с выносом боевого знамени и прощания с ним перед строем личного состава части. Принявший командование бригадой, гвардии полковник Сергей Хайбуллин огласил приказ о назначении на новую воинскую должность своего предшественника. Он же руководил построением и сердечно поздравил сослуживцев. В день 81-летия со дня образования нашей бригады я хочу пожелать ветеранам вооруженных сил, ветеранам бригады, личному составу, который на сегодняшний день проходит службу в нашей бригаде, гражданскому персоналу крепчайшего здоровья, успехов, счастья, долголетия, процветания, семейного благополучия, всех благ. Многие офицеры пришли в этот день поздравить военнослужащих. Не смог отстаться в стороне полковник запаса Анатолий Двореченский, который осуществлял командование бригадой с 90-го по 2000-й год. Каждая встреча с бригадой делает позитивные такие впечатления, эмоции, потому что видишь своих сослуживцев, своих однополчан. И поэтому мне очень приятно поздравить военнослужащих бригады. Бригада одна из первых артиллерийских частей стала гвардейской. То есть была переименована во вторую гвардейскую артиллерийскую бригаду. Также за умелые действия и выполнение всех боевых задач при штурме крепости Кенигсберг бригада удостоена почетным званием Кенигсбергской. После военных годов бригада неоднократно показывала боевое мастерство, высокое боевое мастерство, профессионализм. Высокий профессионализм личного состава части был отмечен всеми гостями мероприятия, которое под звуки военного оркестра завершилось торжественным маршем. Продолжение следует...